Два дня в Ульяновской области работал заместитель министра сельского хозяйства Российской Федерации Максим Увайдов. Вместе с ним в Ульяновск приехали главы профильных ведомств регионов по Волжье, руководители, уполномоченные в области ветеринарии. Первой остановкой стало село Троицкий Сунгур в Новоспасском районе. В животноводческом комплексе Агронептун федеральным экспертам презентовали проект «Цифровые технологии ветеринарии». Местное производство – отличный пример, где используется максимум современных технологий. В первую очередь на площадке уделяют внимание комфорту буренок, контролируют уровень загазованности. Дойка проходит строго установленное время при соблюдении установленных правил. Электронная система доильных аппаратов пропускает только здоровое молоко. Плюс ко всему на каждой корове висит руминаторный ошейник, с помощью которого вся информация о состоянии животного поступает на мобильник сотрудникам. Максим Увайдов отметил, таких сел, как Троицкий Сунгур, не так уж и много, а остальным населенным пунктам следует работать над улучшением своей инфраструктуры. Положительно, о развитии села высказались и коллеги из других регионов. В частности, оценили развитие казачества. «Вы на шаг впереди, у нас казачества нет. Кировская область – это север. У нас как такого казачества нет. Есть, конечно, отдельные казаки, но как казачества нет. И здесь, конечно, сочетание и влияние казачества на развитие территории, в первую очередь, через работу с детьми, конечно, это будущее». В Новоспасском районе, который, кстати, возглавляет рейтинг социально-экономического развития региона, прошло окружное совещание. Главная тема – эпизоотическая обстановка в стране, работа ветеринарных служб, а также переход на электронную ветеринарную сертификацию. «Поэтому наша с вами задача – используя систему электронной ветертификации, вот помочь легальному бизнесу, помочь тем предприятиям, одной из которых мы вчера посетили, конкурировать, быть, развиваться. Дальше же, вы видите, они берут на себя нагрузку социальную. Сергей Иванович, спасибо вам, что вы все-таки нам рекомендовали провести это мероприятие именно в селе. Вы увидели, как идет взаимодействие бизнеса, села». Сейчас в регионе функционирует 11 аккредитованных центров ветеринарии и безопасности продовольствия. Ульяновская область – это пример, где ветеринарная служба показывает хорошие показатели. Об этом говорит статистика. Оборот некачественной пищевой продукции за период с 2013 по 2019 года снижен в шесть раз. На данный момент на региональном уровне ведется работа по исполнению указа президента по экспорту продукции. «Наша сегодня задача для того, чтобы мы могли быть конкурентоспособными, чтобы продукты, вырабатываемые бизнесом, предпринимательными Ульяновской области, могла идти и поставляться на экспорт, нужно очень тетко прослеживать пути его производства. Все требования, которые приписаны техническим регламентом, обязаны исполнять и в процессе производства». По итогам 2018 года объем внешней торговли Ульяновской области вырос на 15% по сравнению с 2017 годом. А экспорт товаров сельского хозяйства по состоянию на 1 июня составил 20,5% от общего показателя этого года. Губернатор Сергей Морозов сформулировал главное направление работы отрасли на следующий год. «Мы увидели как минимум три основных взаимосвязанных задачи, которые предстоят нам решать и которые стоят перед региональной системой ветеринарного контроля. Может быть они совпадают и с вашими в том числе. Во-первых, это обеспечение тотального ветеринарного контроля на всех этапах жизненного цикла сельскохозяйственной продукции. Во-вторых, это обеспечение безопасной и безотеческой ситуации в регионе и качественного ветеринарного контроля в соответствии с требованиями технических регламентов Таможенного союза. И третья задача – это обеспечение прозрачности и доступности для производителей услуг ветеринарного контроля и создание соответствующих благоприятных партнерских отношений с товаропроизводителями». Делегация Федерального Ментельхоза также посетила Государственный аграрный университет, где осмотрели факультет ветеринарной медицины и биотехнологии. Временно исполняющий обязанности ректора Виталий Исайчев показал научные лаборатории, учебный цифровой комплекс для содержания крупного рогатого скота и даяния молока, а также ветеринарную клинику при ВУЗе. По итогам визита заместитель министра сельского хозяйства Максим Увайдов положительно оценил работу университета в частности и отрасли в целом. Анна Тищенко, Новости Уллправда ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова